Всем доброго времени суток, друзья, и с вами канал Games Mafia. Близится конец мая месяца, а это значит, что в относительно скором времени нас ожидает новая линейка игр для PlayStation Plus. Данная тематика для меня будет немного в новизну, но я вам обещаю, что постараюсь дать максимально аргументированную оценку того, какие игры могут попасть в потенциальную линейку PlayStation Plus. Сподвигло меня к съемке ролика на данную тематику то, что в последнее время я стал замечать большое количество различных прогнозов касательно PlayStation Plus. И что, пожалуй, самое интересное, что ни один прогноз не основывался на опыте предыдущих лет и связи с относительно недавними раздачами. Полет фантазии это, безусловно, хорошо, но давайте будем идти более научным путем. Давайте разберемся для начала, что такое прогноз. Прогноз это научное обоснование, либо же суждение о возможном состоянии объекта в будущем. И если по-простому, то научное обоснование предполагаемой раздачи PlayStation Plus. Если согласны, то поехали дальше. Да, друзья, безусловно, много текста, но, пожалуй, с этим нам стоило разобраться раз и навсегда. Итак, давайте начнем из анализа. Для начала я бы хотел разобраться в том, какие же игры давали в аналогичный месяц в предыдущие года. И как же хорошо, что в моем распоряжении имеется абсолютно полная база всех раздач PlayStation Plus. Июнь месяц 2019 года. Borderlands The Handsome Collection и Sonic Money. Если взять усредненную оценку по этим двум проектам по метакритике, мы имеем показатель в районе 83. Июнь 2018 года. Trials Fusion и XCOM 2. Опять же, усредненный показатель по метаскору у нас равен в районе от 80 до 85. И просмотрев раздачи за июнь месяц за весь период, мы видим, что абсолютно все игры у нас усредненный балл равен от 80 до 85. Что является усредненным показателем и, как минимум, не разочарует такое большое количество фанатов. Теперь рассмотрим один из потенциальных претендентов, который прям попадает в эту прослойку игр. Вот смотрите, поиграли мы в Uncharted NotAndre Collection. Поиграли мы в четвертый Uncharted буквально один месяц назад. И что нам не хватает для сложения полной картины? Вот давайте, напишите сейчас, остановите видео и напишите в комментах, какой игры, по вашему мнению, не хватает. Пока, если вы будете в комментах писать свои предположения, я вам скажу, что рейтинг данной игры как раз подходит в наш разброс от 80 до 85. Uncharted Lost Legacy один из потенциальных претендентов, чтобы попасть в раздачу PlayStation Plus, если даже не в июне месяце, то попомните мои слова. Большая вероятность того, что он выпадет или в июле, или в августе. Тем более, что рейтинг игры составляет 84 балла, и это просто идеально вписывается в тенденцию предыдущих лет, когда разброс составлял в среднем от 80 до 85 баллов. И давайте не будем списывать счетов. Второй факт, что как-никак, но Sony любят быть последовательными. Если они дали предыдущие части Uncharted, то, конечно же, большая вероятность того, что Lost Legacy нас ждет в ближайшие месяца. Тем более, что Lost Legacy, как-никак, но продается уже очень хреново, так как года берут свое. Следующим потенциальным претендентом у нас будет игра из библиотеки EA Access. Может быть, это моя больная фантазия, но я заметил такую тенденцию, что в последний год Sony начали потихоньку выбирать игры из библиотеки EA Access. Как минимум, сразу можно исключить игры, которые раздавались в предыдущие года и спортсимуляторы также старых лет. Конечно, прогнозировать какую-то конкретную игру из оставшихся – это очень неблагодарное дело, но я, по крайней мере, постараюсь. Из таких явных потенциальных претендентов я бы назвал Anthem, несмотря на даже очень говеную оценку, но на фоне с даже относительно неплохим Uncharted он бы смотрелся неплохо. Следующими претендентами, которые будут получше, как минимум, это являются NFS. На последнюю часть я бы вам сразу не рекомендовал бы раскатывать губу. Ну и последним претендентом я бы назвал Horizon Zero Dawn. Все гораздо проще, чем вам кажется. Первое – то, что игра вышла в начале 2017 года, и я думаю, как минимум, она оправдала надежды своих разработчиков и принесла ожидаемый доход. И второй, пожалуй, факт – то, что в этом году данный проект выходит на ПК, и потому с большой вероятностью, что Sony его захотят слить по своей подписке PlayStation Plus. Третий и, пожалуй, последний претендент в моем списке на предстоящий период. Что касательно июньской раздачи в целом, то я вам даю 99%, что она не разочарует такое большое количество людей. Как минимум потому, что в наборке игр для раздач PlayStation Plus учитывают мнение коммерсантов, цель которых является продать максимальное количество подписки PlayStation Plus. И как раз июнь месяц является первым месяцем лета, когда мы наконец-то дождались сраного лета и выходим на улицу погулять, и в свою очередь мы меньше времени проводим за консолью. Соответственно, продажи PlayStation Plus падают, и таким образом Sony пытаются давать более качественные проекты для того, чтобы поддержать и так хреновые продажи своей подписки. Приблизительно такой прогноз, друзья, я для вас подготовил. Не знаю, с какой вероятностью он сбудется, и попаду ли я вообще в разброс игр, которые дадут в июне месяце, и вообще в летние месяца, но давайте договоримся так. Если ты согласен с моим ходом мыслей и мнением, то ставь палец вверх. Всем, друзья, до скорого, пока!